Доброе утро всем! Мне сегодня очень повезло, потому что я оказался в одной комнате с Брайаном Трейси. Человек, который повлиял на меня, на очень многих, на миллионы, сотни миллионов людей, который знает очень много про науку достижения, как достигать цели, очень много рассказывает про финансы и финансовые цели. Брайан, большое спасибо, что согласились уделить немного времени для моего канала. Мои зрители, предприниматели, которые хотят достичь большего в своей жизни и хотят расти, вы посвятили много времени в своей жизни, размышляя над тем, что разделяет людей. Почему некоторые люди растут и достигают своих целей, некоторые нет. В чем секрет? Многим интересно, хотят узнать его, хотя никакого секрета нет. Какую простую истину вы знаете, которую многие люди не понимают? Мое любимое слово — это однозначность. Вам должно быть предельно ясно, кто вы такой, какие у вас таланты, возможности, интересы. Вам должно быть понятно, чего вы хотите. Затем необходимо сложить это все вместе. Только после того, как вы это преодолеете, сконцентрируйтесь на том, что для вас наиболее ценно. Первая причина поражения многих людей — они не знают, кем они являются. Не знают, чего хотят и как этого достичь. Да, но почему это так? Потому что это выглядит слишком просто, как базис во многих процессах, верно? Почему так много людей терпят неудачу в тот момент, когда хотят найти себя и понять, чего они хотят? Здесь нужен индивидуальный подход, и каждый отдельный человек должен найти свой собственный ответ. Кто-то недостаточно уверен в себе, у кого-то недостаточно образования, кто-то не верит, что это возможно. Каждый из восьми миллиардов человек на Земле имеет свои причины. Я очень много говорил с молодыми людьми в университетах. Большинство не имеют цели и не знают, чего хотеть. В нынешнем мире все доступно, и это усложняет задачу. И вот, что они сказали мне вслед. Очень сложно думать об однозначности, потому что это выглядит как серьезное решение. Обычно они понимают этот вопрос как «что мы должны достичь в жизни». Поэтому для нас это огромная проблема, и они просто не могут себе этого позволить. Я всегда стараюсь сказать, почему ты не можешь решить то, что хочешь делать в ближайшие пять лет. Так же проще, и ты всегда сможешь изменить свое решение. Сможешь определить, кто ты, но позже, через какое-то время. Что ты думаешь о том, стоит ли людям строить планы на всю свою жизнь, или выбирать какой-то период для постановки целей? Вопрос из разряда «как съесть слона?» И ответ «один укус за раз». То есть, как прожить эту жизнь? Живите каждым днем. Вы принимаете решение на сегодня или на следующую неделю, и затем получаете новую информацию, и принимаете совершенно другие решения. В прошлом веке проводились исследования о тех качествах, которые будут наиболее ценными и важными для того, чтобы достичь успеха в 21 веке. И первое заключенное свойство — было гибкость. То есть, если быть уверенным в том, что ты хочешь сегодня, и не иметь лишней информации, люди захотят меняться и попробовать что-то другое, и будут продолжать пытаться искать что-то, до тех пор, пока не найдут то, от чего получают удовольствие больше всего. То, что они делают хорошо, и то, что меняет жизнь других людей. Но может все измениться, и вы можете потратить многие свои ресурсы, секреты, которые не хотели раскрывать. 80% людей никогда не используют того, что учили в школе, когда начинают свою жизнь. Они не используют и не применяют ценность этих вещей. Они должны начать сначала и сделать что-то совершенно другое. Это же, возможно, верно? Конечно. Многие люди, прежде всего студенты, молодые люди, мозг не прекращает формироваться до достижения 25 лет. Мозг постоянно растет, что дает возможность рассуждать. Но существует кредит возможностей мышления, который отрезает все, что будет после 25 лет. Если вы не задумывались об этом до 25 лет, считайте, что надели маску. Что я должен сделать со своей жизнью, когда тебе всегда 23 года? Это глупый вопрос, я знаю об этом. Да, конечно. У меня есть друг, в прошлом один из ведущих ученых в СССР. После развала Советского Союза он стал предпринимателем. Полностью переосмыслил свою жизнь. Раньше он полагал, что будет ученым всю свою жизнь, но потом стал бизнесменом. Вошел в десятку лучших бизнесменов России. И после этого он задался вопросом. Хорошо, кем еще я могу стать? Так он начал свою спортивную карьеру. Начал побеждать на мировых соревнованиях по триатлону. Он сказал, каждый день ты можешь принять решение, кем еще ты хочешь стать. Твое прошлое не является твоим будущим. Человек способен в любой момент кардинально изменить свое направление, осознать новое. Да, у вас могут измениться взгляды, но самое важное – это слушать зов сердца, делать то, что делает вас счастливым, что помогает выбрать направление, то, что действительно приносит удовольствие. И если вам перестало нравиться то, что вы делаете, начните что-то другое. У меня есть фишка, которую я придумал. Люди используют во всем мире на баннерах мое резюме, и в нем говорится, «Неважно, кто ты и откуда ты приехал, имеет значение только то, куда ты идешь». Однажды вы сможете провести линию под своим прошлым и сделать что-то другое. Я рос в лагере для иммигрантов, то есть все мои друзья-эмигранты. Иммигрантам очень сложно понять, что ваше прошлое не отражает будущее, потому что иммигранты верят в то, что в этом мире успешные люди какие-то другие, не такие, как они. Потребуется много времени, чтобы это искоренить. Мы поговорили о целях, об умении подстраиваться под внешнюю среду. Давайте поговорим об отличительных чертах. Что отличает людей, у которых есть ясная цель? Что делает жизни людей разными с точки зрения особенностей? Почему некоторые люди достигают экстраординарных результатов, а другие никогда их не добьются, даже если у них одинаковое образование? Из всех нас только 20% выходят в лидеры, и так в каждом обществе. Первое, что нужно сделать, это начать говорить «я хочу войти в число лучших 20%, но очень важно чувствовать, кем вы хотите быть». Это одно из лучших ощущений. И затем лучшие награды — это стать лучшим среди 10%. Затем можно подняться в число лучших 5%. И затем одного. Как я сказал, когда я изучал миллионеров, которые всего добились сами, они приняли два решения. Они все делают то, что любят, и они добиваются совершенства. Они совершенствуют то, что делают. Поэтому их признание — это быть лучшим в своем восприятии. Когда ты лучший в том, что ты делаешь, не останавливайся на достигнутом. Люди любят делать то, в чем они хорошо разбираются. Когда они делают то, что плохо получается, в конечном итоге они потеряют интерес и запал, и они не понимают, что стать превосходным — это решение. У каждого есть возможность стать лучшим в одной из многих вещей. И самая важная задача в жизни — это найти свою самую сильную сторону и затем посвятить недели, месяцы, сотни и тысяч часов, инвестируя в то, чтобы стать лучшим. И чем лучше вы станете, тем счастливее будете. Чем счастливее будете, тем больше получите признания. В начале своей карьеры я изучал уровень самооценки. От того, насколько вы получите признание, зависит качество вашей жизни. А это зависит от того, как хорошо вы делаете свою работу. Если вы не будете делать свою работу хорошо, вы никогда не полюбите себя сильно, потому что мы всегда сравниваем себя с теми, кто хорошо делает свою работу и чувствуем себя неполноценными. Так что единственный способ преодолеть это — потратить и инвестировать много времени в то, чтобы стать лучшим в своем деле. Один навык за раз. Мой метод — это сделать невидимое видимым, превращать видение в реальность. И я считаю, только лучшие это могут. Я не могу найти ответ на один вопрос. В современном мире все образование доступно. Есть все, чтобы понять, как сделать невозможное возможным. Есть все, чтобы стать финансово грамотным, физически сильным. Какая разница между теми людьми, которые начинают действовать, или же это доступ к знаниям Вселенной, в котором неравенство неизбежно. Качественная сторона не меняется, иногда даже становится хуже. Мы начали много заниматься филантропией, и 50 лет назад случился большой прорыв, потому что появление интернета дало равный доступ к информации. У каждого теперь есть библиотека, больше, чем у короля мира 200 лет назад. Это должно было сократить разницу, но разница возросла, потому что действия не изменишь. Почему, как вы думаете? Почему образование не стоит во главе? Это должно было сократить разницу, но разница возросла, потому что действия не изменишь. Почему, как вы думаете? Почему образование не стоит во главе? Полагаясь на свой опыт, назову два фактора. Первое — это законы комфорта. Людям становится комфортно выполнять задачи на низком уровне, и они делают самый минимум для того, чтобы выжить. И это естественное стремление всех существ. просто выжить, и после этого останавливаются. А второй заключается в том, что люди ленивы. И мне кажется, эти факторы очень близки. Люди всегда ищут легкие пути, когда пытаются что-то сделать. И они получают такой же результат, просто без суперэффектов. Вы можете обладать всей информацией в мире, но многие люди этого не поймут. Один такой факт я заметил недавно. Существует огромное количество исследований Wall Street Journal, Гарвардского университета, о том, как делать заметки о самых выдающихся достижениях и фактах. В университете люди, которые делают заметки, лучшие студентов, с самыми высокими оценками. Они получают работу в крупнейших компаниях, и они прекрасно живут, потому что постоянно записывают. Это не потому, что они умнее, чем другие люди, которые этого не делают. Они активно записывают заметки, программируя информацию в голове, а когда приходят на заключительный экзамен, вся информация хранится в мозгу. Поэтому у трудящихся студентов оценки гораздо лучше, чем у умных. Сохраните это предложение. Думайте на бумаге. Записывайте. Фиксируйте заметки. И люди сидят примерно так. И вы думаете, это один из самых великих ключей к успеху. Вы не знаете ни одного успешного человека, который ничего не записывает. А они сидят. Будто это совершенно неважная информация. Ребята, пожалуйста, запишите себе эту мысль. Надо всегда делать записи. Даже когда вы смотрите YouTube, делайте записи, чему вы научились. В комментариях пишите. На это видео в комментариях запишите, чему вы научились, какие выводы вы сделали, что вы хотите запомнить. Я вас полностью поддерживаю. Хотел объяснить дословно. Я пишу заметки с самого начала своей жизни. Недавно я посмотрел на свои заметки. За последние 10 лет я собрал 2700 основных мыслей. Это целый архив. И когда я думал о том, что могу дать своим детям в качестве наследства, я дал им свои записи. Не оставлять в наследство деньги, а завещать знания и свое видение. Мне кажется, это очень важно. Почему мне это нравится? Потому что это очень практично, и вам также нравится практичная информация. Что еще вы делаете? Как какие-то жизненно важные вещи, инструменты или что-то в этом роде, которые имеют стопроцентное воздействие на всех? Самое важное — это записывать все свои достижения, записывать успехи, писать план по достижению цели и работать над своими успехами каждый день. Только что закончили изучение одного из лучших в истории исследований об успехе в бизнесе. Оно изменит науку управления в 21 веке, когда она будет опубликована. Тысячи компаний из 20 стран, 1500 исследователей, 22 года исследований. И они появились очень просто. открытие заключается в том, что от 80 до 90% успеха определяется четкими целями, задачами и предметами для каждой компании и каждого человека в компании, которые отражают глобальные цели. И пункт 2 для каждой цели — измеримость. Вы можете привязать номер к каждой части цели. И номер 3 — каждая цель должна иметь план и дедлайн. Я называю это треугольник достижения высокого уровня задач. Ясность в пределах целей. Все это понимают одинаково и в отношении компании, и по отношению к себе. Четкие меры и цифры, четкие графики и наблюдения. 1, 2, 3, 1, 2, 3. И вы понимаете, что это особенная черта, потому как менее 3% людей на Земле этим пользуются. И вы можете говорить им, платить. Вы можете посадить их, попросить это делать, но они не будут. Дайте им ручку и листок бумаги. Скажите, чтобы они представили, что эта ручка волшебная. Все, что они напишут, станет реальным. Просто представьте. Просто напишите, к чему вы хотите прийти в своей жизни, и они этого не сделают. Не будут этого делать. Они не сделают этого. У меня есть несколько друзей, и мне кажется, они не хотят добиваться успеха. Каждый раз, когда они получают немного денег, они сразу их тратят. Мне кажется, что они хотят быть такими, как вы. Таких 80% они не пытались вырасти. Это всегда работает в любой стране с любыми культурными ценностями. У 80% людей отсутствует собственная зона комфорта. Они ленивые. Они используют самые простые пути, чтобы получить результат. И большинство исследований доказывает то, о чем вы сказали об эмигрантах. Вы верите в то, что кто-то предскажет вам будущее, и вам не придется ничего контролировать. И вам не придется ничего контролировать. И если у вас это зафиксируется в голове, вы и заметки делать не будете. К сожалению, люди, которые приходят ко мне на программы и к вам, это люди где-то между. У них нет никакой четкой идеи об успехе и страхе. Они открыты. Я получил очень много опыта в своей жизни, когда я узнал кое-что, что срывало мне голову и оказывало влияние на мое мышление. Это только одна идея. И сейчас я стал фанатом новых идей. Мы с тобой говорили о заметках. Что я делал в 20 лет, когда я читал очень хорошую книгу вроде Питера Друкера или что-то вроде него. Я всегда подчеркивал. И потом... Я всегда возвращался к этой книге, и я выписывал все пункты, которые подчеркивал, чтобы потом раз в год их перечитывать. И в конечном итоге эта установка просто вошла в привычку. Люди спрашивают меня, как вы можете запомнить так много информации? Это потому, что я все записываю. Делаю заметки, а потом повторяю снова и снова. У меня раньше был кабинет полный школьных книг, наполненных заметками. И я просто читал их. У меня дома и в офисе нет ни одной книги. Я храню только тетради с заметками. Я просто беру их и читаю все лучшие моменты, собранные из отличных книг. И это довольно удивительно. Но это требовало огромных усилий и обязательств. Ты выключаешь телевизор, перестаешь развлекаться, ты инвестируешь, непрерывно обучаясь. Может быть, вам стоит однажды опубликовать эти заметки в качестве книг? У меня четверо детей. Может быть, я должен отдать это им? Это все потому, что я хочу спасти их время. Книга занимает около шести часов, но ее можно повторить примерно за шестнадцать минут, почитав мои заметки. Я знаком с парой очень богатых друзей, которые показали мне, как они ведут свои заметки. У них система. Они читают книгу в неделю, они просматривают, и затем собирают все заметки, которые у них есть. Затем распределяют по нескольким шагам в двух направлениях, по трём связующим фактам. Затем они спорят об этом с друзьями, такими, как я. То есть в итоге получается большой список, полный заметок из тридцати-сорока книг с прекрасным материалом. Просто прекрасным. Но они должны были инвестировать 10-20 часов, чтобы получить несколько заметок. Вы много говорили о длительном обучении для того, чтобы добиться успеха в бизнесе. Я говорю о целях. Другой вид обучения связан с длительным развитием для того, чтобы когда-нибудь стать счастливым. Как это сделать? Мне кажется, обычно мы знаем, какой будет результат. Самое большое влияние на счастье оказывают отношения. Не со всеми людьми. На ваше счастье оказывает влияние качество отношений с вашей второй половиной. Детьми и самыми важными 20-ти людьми в вашей жизни. И если вы говорите о целях, у вас есть финансовые достижения, вы обеспечиваете свою семью, затем захотите достичь финансовой свободы, и это нормально. Из-за этой игры возрастает конкуренция. Попытка заработать денег — самая конкурентно способная игра в мире, и в нее играют все. И те, кто входит в лучшую двадцатку, и те, кто входит в топ-1. У них не хватает энергии. Например, я пошел на компромисс в отношениях и здоровье и дошел до состояния, когда чуть не умер. Раньше компромиссы были во всем. Но сегодня я начинаю ставить важные задачи. Я планирую задачи в отношениях. У меня есть цели по здоровью и жизненной энергии. Цели на благотворительность. И, конечно, финансовая основа, чтобы иметь возможность производить новые ценности. Что вы думаете о компромиссе в этих отношениях? Когда вы в конечном итоге начинаете ставить цели в... Если вы начнете читать все книги в этом мире, начнете следовать советам, которые вам дают, вы приобретете более сбалансированную жизнь. У вас не получится стать самым богатым человеком Вавилона. Потому что самый богатый человек в Вавилоне должен быть сфокусирован только на одной вещи. Что вы думаете о постановке целей? Как ими управлять? Как я уже говорил ранее, на 8 миллиардов людей 8 миллиардов ответов. Самое главное, если вы счастливы, вы будете счастливы и со своим набором целей. Если вы собираетесь убрать душное пятно из своей жизни, вы ставите приоритеты. И другие люди вправе сделать свой собственный выбор. Когда я женился, мне было 35 лет. И в тот момент я был уверен, что самый важный человек для меня — это моя жена, и после этого мои дети, а все остальные вещи второстепенные. И я всегда жертвовал чем-то другим ради жены и детей. И никаких компромиссов. Именно поэтому у нас прекрасные отношения. Именно поэтому, что я поставил себе установку, я освобожден, хотя работал усердно долгие часы и проводил, изучая разные предметы и так далее. Но я всегда знал, что стоит в основе. И вы правы, это отношения. И ничего ни разу не изменилось на протяжении 39 лет. Ничего не менялось 39 лет. Всегда все однозначно. И моя семья может подтвердить — это чистая правда. Тогда все возникло, по большей части, из-за них. Да, я думаю, это было самым длинным уроком в мире. Это все в очередной раз доказывает, что это вселенская правда. Правда человечества, если вы — хомо сапиенс. Отношения влияют на ваше счастье. Также я бы хотел сказать, раньше я должен был водить свою дочку в школу. Я должен был идти домой. Сейчас я хочу сказать, что я хочу, хочу забирать свою дочь. Когда я отменяю встречу, я скажу, что я хочу забрать свою дочь. У меня трое детей, и я хочу пойти домой. Когда люди меня спрашивают в 11 часов ночи насчет ночной встречи, я скажу «нет», я хочу поехать домой. Чтобы слушать себя, необходимо иметь мужество и уверенность. Скажи «это то, что я хочу делать, и делай это». А если кто-то несчастлив, это нормально. Я учил опамию, это игра. Много лет назад так называли место, окружающее Биржерак. Это было одним из лучших мест из всех. Это была целая философия. И в конце игры женщина спросила меня, «Почему ты такой независимый? Ты всегда делаешь только то, что хочешь». Тогда я ответил, «Когда я был маленький, я понял, что когда я делаю что-то, кто-то может быть счастлив, кто-то нет. Может быть, люди этого не поддержат». Тогда я решил, что я должен быть уверен в том, что в целом один человек точно будет счастлив от моего поступка. И я точно знал, что этот человек — я. Счастливы другие люди или несчастны — это их проблема. Я рассказал это своим собственным детям, и я проверял это на практике всю свою жизнь. Самая важная задача — это сделать счастливым себя самого. Убедитесь, что один человек удовлетворен. Я научил этому своих детей. Все то, от чего кто-либо другой думает отказаться, убедитесь, что вы будете довольны результатом. И моя жена всегда говорила, что вы всегда сможете все изменить. Если вы несчастны, подумайте о другом. Но убедитесь, что хотя бы одного человека это решение сделает счастливым. И этот человек — вы. Звучит эгоистично? Эти взгляды очень сильно отличаются от германской культуры. Это выглядит слишком расчетливо. Да, но когда я работал в такой среде, я понял. Вы не можете отказаться от того, чего у вас еще нет. Люди несчастны, потому что они говорят, «Я несчастлив в этой ситуации, но, по крайней мере, моя семья будет счастлива». Или другие люди будут счастливы. Это похоже на приношение себя в жертву. Ты будешь жертвовать своим счастьем ради других. Есть один инсайт. Вы не можете отдавать другим то, чего сами еще не достигли. Если вы несчастны, вы не сможете делиться счастьем с другими. Так что моя великая цель в жизни — это убедиться, что моя жена счастлива, и мои дети будут счастливы. Они поженятся с чудесными людьми, и все будут счастливы. По детям всегда можно сказать, как сильно их любят. Если это хорошая компания, все люди вокруг будут смеяться. Если вы в хорошей семье, люди также будут всегда радоваться. Маленькие детки всегда смеются. Это и дает понять, что вы счастливы. Это прекрасные слова в качестве завершения видео. Большое вам спасибо, Брайан. Большое спасибо за ваши советы.